ребят ну вы поняли да шел какой у нас там месяц карантина чтобы я каждую картошинку разложила на противень должно было произойти то что произошло с нами недавнее время в общем да я решила запечь картошку как в макдональдсе сомневаюсь конечно что как макдональдс получится возни было полно и сначала нужно было шпарить потом остудить потом замариновать в специях которых у меня половина нет в наличии а магазины сейчас закрыты то есть у меня есть все необходимые специи но у меня нет куркумы например нет паприки вот я обычно использую красный черный перец чеснок и соль все спец а кари мне еще есть я чуть-чуть кари добавила не знаю что это выйдет это эксперимент вот сейчас нагреваю духовку это к слову второй противень я хочу еще сделать салат из тунца нас сегодня будет такой обеда ужин к наш сегодняшний обед быстро быстро рассказываю пока вот это вот не остыло конечно картошки по-деревенски у меня прям не получилось наверное нужно было резать ее чуть потолще но все равно получилось вкусно вы знаете что-то среднее между картошкой фри и просто картошкой иначе закуски салат с тунцом здесь у меня свежий огурец лук ложка йогурта то нет собственно горя перец и соль но не еще не хватает здесь очень не хватает туршу это маринованный огурчик было бы прям попикантнее руккола и йогурт я сейчас еще порежу овощей быстренько быстренько и вторая партия картошки кстати у меня в духовке поспевает начался сезон кукурузы я отвариваю кукурузу а потом ее обжарю на сковородке гриль и натру со сливочным маслом и с чесноком только посмотрите на это какая у меня кукуруза получилась я ее смазал сливочным маслом посолила и обжарила но чуть-чуть совсем на растительном масле чтобы она просто не пригорела на сковородке гриль я обожаю эту кукурузу на углях но поскольку сейчас все закрыто вы же понимаете нет такой возможности основной признак того что наступило лето это то что масло кокоса начинает немножечко подтаивать вот мое раньше вообще было как кремень а сейчас оно такое жиденькое стало но как вы заметили лето еще не наступило все таки еще пока что весна видите сколько я его уже использовала таки я подружилась с ним с этим маслом знаете что я вам хочу сказать я хотела его распробовать почему же он такой популярный а почему же на такое всеми расхваливаем и и почему же она теперь продается в турции на каждом шагу даже в самом маленьком супермаркете продается масло кокоса я поняла у него есть отличное свойство она успокаивает и заживляет кожу насчет увлажнения ну я скажу под вопросом потому что когда я увлажняю этим маслом например руки кисти рук не такое ощущение что они наоборот становятся еще более сухими но когда у меня с лицом какие-то траблы типа покраснений знаете раздражений а у меня такое часто бывает потому что у меня очень чувствительная кожа и она реагирует на холод вот эти покраснения моментально проходят и еще я делаю массаж с этим маслом для ног начиная с икр и поднимаясь выше я себе делаю такой легкий легкий массаж и очень классно если вы бреете например ноги очень круто после братья нанести его это я рассказываю чисто про свои ощущения это не информация из интернета опытный опытные мои исследования скажем так пахнет она потрясающе это масло холодного отжима покупала его в gratis и естественно по скидке обожаю скидки мне кажется я дождусь скидки на все но мне кажется ты есть его реальная цена потому что в других маркетах она продается именно за такую цену продаются да в турции повторюсь еще раз она продается абсолютно везде теперь и кто это у нас здесь такой недовольный лежит представляете раздрала тюль нам не раздрала тюль так что ее просто уже стыдно держать на окне естественные и сняла и выбросила и на спирс спальне черти что на спальне вообще нет света окна открыть страшно ну как страшно как в аквариуме живем вот поэтому у нас такие blinds на пол полная темнота чтобы соседи не дай бог нас не увидели в турции это страшный айб если видно что происходит за окном у нас принципе с этой стороны соседи достаточно далеко но тем не менее а тюль ты я купить не могу на есть только в интернете заказать но в интернете мне не совсем хочется так что вот так вот знаете я на свою кошку злиться вообще не могу никогда на нее не злюсь не знаю почему сделал бы кто-то другой убила бы а вот кошечка вот прям ей все можно и по столу ходить и чашки нюхать и из чашек пить тарелки облизывать такой вот парадокс до помощи думаю сладкий скажи тебе все можно я поняла что мы производим столько мусора это просто какая-то катастрофа это еще не все пакеты которые мы произвели за эти два дня вот человек это не знаю самое страшное существо на планете которая просто ее загрязняет вот и все ребят привет я кажется с вами еще сегодня не здоровалась я сижу на полу потому что именно на этом месте я работаю я вышиваю я вам попозже покажу что я вчера делала а вот мне очень нравится здесь то что здесь хороший свет от окна и я включаю свой вон тот софт бокс места мне нравится вот есть энергетически хорошие места в квартире я сижу там и решила вам поснимать немножко отсюда и поздороваться параллельно с вами потому что сегодня моего лица в кадре еще не было сегодня день без макияжа вот такой какой есть с кокосовым маслом на лице и с сегодня последний день хочется сказать последний но хорошо крайний день самоизоляции потому что нам обещают я слышала такое такие сплетни что на байрам в течение недели как минимум сделают комендантский час если вы слышите по голосам с улицы ребятишек выпустили на улицу у нас вокруг дома гуляют ребятишки потому что но невозможно кстати у нас детям запрещено выходить на улицу чтобы понимали и стариками старикам пожилым людям до после 65 лет уже нельзя выходить очень очень сочувствую потому что сама просто жду не дождусь когда наступит завтра и я вот знаете начала грешным делом думать не поехать ли нам сегодня ночью сможем погулять на машине когда часы пробьют полночь в двенадцать ноль один мы выйдем из дома и как все а всеми так и поступают у нас я все время поправляю свою эту каплю потому что у меня постоянно по силой гравитации вниз идет застежка вот и думаю не погулять ли нам не погулять нам но хотя бы на машине проехать хотя бы глоток глоток воздуха сделать боже мой кстати когда мы были на улице а это было давно когда я гуляла с супругом мы нашли таки одну кофейню которая делала кофе на вынос и кстати вот кто умненький и шустренький тот подсуетился и это кофейня по моему это даже не кофейня какой-то кафе просто вот старбакс закрыт и они даже на вынос не дают кофе никаких пакетов они не делают ничего не делать очень странно такая корпорация большая а то кафешка вроде как даже по моему не сетевая но они подсуетились и вся эта улица по которым гуляли значит тургуту зал она вся просто была ходячей рекламы этого кафе потому что каждый человек каждый человек кто там гулял он на покупал кофе из этой кафешки был ходячей рекламы этой кафешки так что из из любого кризиса как говорят что любой рост идет через кризис кризис это всегда ресурс кризис это всегда переворот или кризис либо вас добьет либо вы как птица феникс пепла воспряните и не знаю раз расцветете как прекрасная орхидея у меня кстати орхидея зацветает и поэтому у меня не мыслях только орхидея кстати авокадо видите какой у меня стал крутой да я недавно думал о том что любой кризис это вот это шанс это всегда шанс либо стухнуть окончательно упасть либо встать отряхнуться и пойти дальше да сегодня опять дожди прогноз погоды важно все спрашивают сюда про погоду я заметила я сама всегда интересуюсь какая где погода дожди и опять свежо тепло влажно прекрасно я люблю такую влажность знаете когда вот кожа как попку младенца становится так чем мы занимаемся все тем же самым едим смотрим телевизор я тихонечко читаю тихонечко слушаю какие-то книжки тихонечко потому что по чуть-чуть это означает по чуть-чуть и вот вышиваю кстати сам покажу то что я там на вышивала знаете ну конечно же не особо много с того момента когда последний раз я показывала вам эту вышивку но любители вышивки меня поймут и любитель вышивки думаю интересно будет на это посмотреть сейчас я вам покажу вот так вот подушечку кладу себе на пол как турецкий султан здесь есть такой что-то пуфик не знаю для кресла под кресло для ног в общем-то и здесь мы сюда заряжаем вот телефоны вот так вот свои пяльца они кстати дурацкие неудобные они то ли я их неправильно собрала то ли они не держат ничего знаете мне неудобно вот такими пальцами с такими пальцами вышивать были бы они длинные то есть под сидячую посидячего человека они под да что это вообще под они для стола вообще они не напольные вот они для стола поэтому я сижу в позе жареной креветки но я кстати всегда знаете и уроки делала в школе в институте ребят этот кусок видео у меня почему-то удалился я пытаюсь его записать уже в который раз и почему-то то забываю нажать на пуск кто еще что-то в общем я всегда делала уроки в школе в позе жареной креветки в институте тоже и жизни ничему не учит я до сих пор сильно как-то криво сижу и заставить вместе за столом ровно практически невозможно не знаю почему это на какой-то протест жизнь меня ничему не учит хотя не знаменит никаких последствий каких-то серьезных к сидения криво наверное потому что я всегда какой-то гимнастикой занималась по жизни либо спортом либо танцами сейчас занимаюсь йогой стараюсь свою спину выпрямлять хотя шея у меня периодически знаете болит но я думаю что это из-за бесконечного смотрения во всякие девайсы так вот вышивка эта вышивка может быть и подушкой может быть и картиной настенной она призвана быть объемной и камера не очень-то передает ее объемность здесь есть серые бежевые белые цвета толщина не так разное количество не так разное где-то полукресты где-то совсем такие плотные кресты да я ее называю миллиард оттенков серого пожалуйста сделать так что было понятно я думаю что когда все будет готово будет гораздо более понятно что есть что но такой маленький кусочек знаете я обожаю когда работа начинает вырисовываться когда понятно на что ты делаешь что бывает сидишь 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 и вышли что-нибудь вот такой вот такой такой кусочек думаешь ну блин лучше что это что это да что это так вроде бы уже более-менее начинает вырисовываться но я думаю что дальше будет только лучше у меня ребят есть дополнительный стимул побыстрее закончить эту вышивку потому что я хочу хочу начать другой проект я вам попозже сейчас покажу какой именно 3 это букет роз от реолис пьера бюстренуар это будет просто шедевр я но есть на просто пищу от таких картин вышивка сложная но не сложнее того чем сейчас я занимаюсь я так думаю я прям загорелась и идет у меня поверьте мне наборов этих дофига дофига меня здесь лежат лежат в ящичке я думаю что не долежатся рано или поздно я преклоняюсь перед теми вышивальщицами которые вышивают быстро запоем но вот я к сожалению так не могу вязание я пока оставила потому что объясню почему у меня нет идей то есть как я должна видеть то что я хочу я должна гореть этим я должна гореть этой сумочкой не свитерочком я хочу на данный момент сделайте себе что-то из джута но и не нашла ту модель которая бы мне хотелось джута можно сделать и корзиночку и сумочку да по сумочкам я последнее время специализируюсь и прямо таки знаете подсела на сумочке вот очень хочу сделать сумочку из джута но я не хочу вслепую заказывать джут я хочу поехать в магазин я хочу пощупать потрогать я хочу найти тот мастер-класс ту модель в интернете которая который бы я загорелась а так пока что пока что нет то есть какие-то расплывчатые идеи есть но вот горю я вот этим мне обязательно нужно чем-то гореть если я не горю я это делать не буду к сожалению и 1 одновременно несколько проектов тоже я делать не буду но а те сумочки которые я связала они у меня лежат ждут своей прогулки своего часа сейчас конечно я с ними не гуляю потому что ну кто в темноте видит мои сумочки сейчас мы гуляем в лосинах в толстов очках в кроссовках и вышиваем по вечерам что кто-то не видел вот эту работу я периодически показываю потому что появляются новые подписчики я горжусь и ребят я горжусь и и почему она не идеальный вариант не самое качественно видите здесь сквозит как-то некачественные нитки некачественные как это сказать позже мой модель да это китайцы это китайцы причем сайт таобао даже не алиэкспресс тогда таобао был в моде я мусорила эту работу нитки синтетика вот но я ее добила я ее горжусь потому что работа конечно нужно оценивать издалека это тоже помог какая-то известная картина кстати и многих увидела в разных репродукциях у кого-то там красками у кого-то вышитую у кого-то просто фотографию но издалека она смотрится хорошо на хорошо все приходят и спрашивают что это такое что это за красота чем мой любимый павлин немножечко отсвечивает а очень простая работа нитки я покупала отдельно и покупала просто готовую канву с рисунком нанесенным часть здесь писер часть крест обалденная просто она для меня знаете такая яркая поднимающее настроение кстати павлина ты символ изобилия роскоши и богатства да я верю во все эти символы и я внимательно смотрю на то что я вешаю на стену я очень скрупулезно к этому отношусь я знаете чисто интуитивно не вешаю и не вышиваю например других людей женщин или мужчин вот почему-то иметь в своем доме чужих людей до вышитых пусть даже на конве мне почему-то совершенно не хочется потому что я не знаю кто они что они в себе несут и но нет не люблю честно говоря а вот поэтому вот слова поразить надо от него избавляться но павлин мой самый прекрасный самый красивый люблю его вроде бы казалось такие простые работы это правда простая работа здесь немного оттенков немного вообще цветов да но вот бисер он прям спас ситуацию с этим хвостом получилось очень красиво 5 кстати вам не сказала многие спрашивают если в турции такие наборы нет в турции таких наборов в турции много других вариантов до творчества но вот именно такие наборы здесь есть но вот такие качественные такие красивые я не встречал может быть в стамбуле напишите мне пожалуйста есть ли но даже подписчицы мне мы писали что и в стамбуле они не находили такие красивые наборы для вышивки есть что-то более превентивное маленькая и часто это не набор но поверьте мне если очень нужно например вам заняться каким-то творчеством можно найти себе другие варианты для развития да есть другие виды вышивания другими предметами не только иголка есть такая специальная штучка боже мой чтобы не позориться я не буду наверно про это рассказывать в общем есть 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 много вариантов и керамика и шитье все что угодно но вот почему-то не такие набора для вышивания